Продолжение осмотра у нас в этом зале. Проходите, пожалуйста. Мы находимся в святая святых нашего музея, а именно в зале религиозного искусства. Часто недооценивают религиозное искусство, и даже этот зал как-то обходит стороной, такое бывает. Потому что в обществе есть предупреждение, что религиозное искусство прерогатило его место именно в храме, а не в музее. И что художественная ценность произведения в религиозной живописи не столь высока, потому что в первую очередь это объект вот такого функционального сакрального назначения. Предмет молитвы, помогающий в молитве. И не столь важно вам, как именно изображено, насколько профессионально, насколько высоко художественное мастерство. И в этом зале мы посетителям рассказываем о том, что это все-таки не совсем так. Объясню почему. Надо сказать, что хотя для нашей культуры характерно православие, но долгое время в советские времена претерпевали гонения. Все-таки у нас верующие люди и религиозное искусство на какое-то время было также отодвинуто на задний план. И предметы, предметы, иконы, все это где-то было в тайне зарыто в подвалах. И люди скрывались, они таились именно, они боялись обнародовать этот факт, что икона им нужна. И соответственно иконопись временно у нас как будто это шла на задний план. Кстати, интересный момент, что до сих пор идут споры между искусствоведами и как правильно произносить. То есть искусствоведы всегда в основном произносят иконопись. Но что интересно, ни от одного иконописца я такого повторения не слышала. Они все поваленно говорят иконописью, да, иконопись они говорят, как бы с удалением на слове икона. Итак, вернемся к тени нашим, да. И я вам хотела рассказать о том, что, да, в те времена люди молились буквально на что угодно. И в принципе молиться можно на что угодно. Молиться можно с помощью креста, молиться можно и с помощью самой скромненькой какой-то репродукции, да. Потому что икона это образ, это образ, который помогает нам, да, вот как-то настроиться на вот этот вот молитвенный лад. Как бы вот помогает, нам нужно вот на чем-то сосредоточиться, да, молитвы. И икона нужна для этого. И люди в те времена, они молились вот на что угодно. И вы знаете, что сейчас, да, вот я не знаю, вы в курсе или нет, как бы да, сейчас у нас иконопись находится в расцвете, да. То есть вот после советской эпохи у нас возрождение, смотрите, храм строится, росписи делаются, иконописцам идут заказы. И частные заказы, и крупные от епархии заказы идут иконописцам, да. То есть поддержка большая идет, религиозные живописи. Ну вот раньше люди, да, они молились на что угодно. И вы знаете, надо сказать, что очень много, конечно, халтуры сейчас, халтуры много, мастерских художественных много. Но многие из них как бы вот такого пошиба, такого, да, очень пошиба. Да, и что, вернемся к нашей теме. И, да, молиться можно на что угодно. Но вот интересный вопрос. Помогает ли нам такая вот как бы простенькая, да, может быть, худо написанная с художественной точки зрения работа, помогает ли она нам в молитве? Да, вопрос. Так вот, тут мы плавно переходим в том, в чем высшая функция искусства. И, как мы говорили уже с вами о том, что основной критерий качества художественного произведения, это чувства. Вызывает ли в нас работа, чувства, отклик внутренний, вызывает или нет. И вот на данном произведении мы видим, икона называется, это такой типичный сюжет, типичный сюжет. Икона называется Богородица умиленья, это называется сюжет. Здесь мы видим сцену, трогательную сцену, такого даже интимного характера, интимного момента взаимоотношений Бого-Матери и Младенца Иисуса. Он нежно прижимается щекой к щеке, они прижимают друг к другу. Бого-Матерь его обнимает, он обнимает мать. И здесь мы видим сценку, как бы вот, человеческого плана, да. То есть мы помним, что Бог, Он в трех лицах, да. Бог, Сын у нас есть. И Он пришел в наш мир, как человек, для того, чтобы прожить человеческую жизнь, испытать человеческие чувства, познать человеческие страсти, горести и радости. И этот сюжет мне очень нравится. И я думаю, что он близок будет к любому, кто так или иначе имеет отношение к родительству, да. А это почти что все. К родительству у нас так или иначе рано или поздно приходят все. Поэтому именно этот сюжет так актуален, да. Он показывает трогательные, чистые, нежные взаимоотношения матери и ребенка. Показывает красоту, любви, нежности, да. Красоту, возвышенность этого человеческого чувства. И, вот смотрите, если художественное произведение, и это произведение высокое, да, то человек, приходя в храм или в своей домашней частной молитве, да, он задумывается над тем, какова будет тема его молитвы. И тут понимает, когда человек приходит в храм и хочет обратиться с молитвой, да, у него есть, как бы, вот ощущение темы своей молитвы. И он выбирает икону, к которой он пойдет. Ту, которая должна помочь ему настроиться, да, на лад молитвы. То есть, к святому, к которому он хочет обратиться, да, но тут, наверх, вам именно выходит мастерство художника. Если икона вызывает чувства, то это чувства нас мгновенно переключает. Из суеты, из будничности, да, ну, ведь как вот мы чаще всего заходим в храмы между телом, да, мы шли за хлебом, там, чего-то. И вот как-то вот иногда, да, то есть вот у нас, если мы не целенаправленно посещаем, то вот чаще всего это в таком режиме происходит достаточно спонтанно. И мы, даже если не спонтанно, мы в любом случае заняты своими мыслями, своими проблемами. И он остается на этот молитвенный лад. Нам помогает икона, образ, образ. И если этот образ в иконе присутствует, если он выдержан художником, он в данном случае как амор буквально выступает, да, то есть вот если мастерство его, как стрела в нас проникает, то мы гораздо более полно, глубоко можем сосредоточиться на своей молитве, над чем этой молитвой. И как бы вот это щемящее чувство, уже наша молитва, наличие этого чувства, эту молитву приближает к Божьим ушам. Поэтому я верю, что сила настоящего творческого гения огромная, душеспасительная. И прекрасная работа, мне очень нравится этот сюжет, да, он мне близок. И что тут еще можно сказать? Да, эта работа приехала к нам с авоном из Греции, и детальной информации, технического плана. Вы можете получить, прослушив наш аудиогид. Да? Вот смотрите, он здесь аудиогид, вот тут вам надо вот такой вот нажатый гид и нажать клавишу. И вот вы тогда сможете все узнать о том, как пишется икона технического плана информации. Ну, конечно, для таких лояльных, интересующихся посетителей я могу вам кое-что рассказать и сама, если хотите, да, конечно, могу рассказать, да? Ну, вот смотрите, икона, как я уже сказала, да, традиции иконописи последние, то есть там где-то вот с начала, ну, то есть в конце 90-х годов уже у нас пошел подъем, иконописцы стали присоединяться в группы, и вот эти тайные знания, тайные сведения о том, как делать икону, стали возрождаться. Художники стали изучать материалы, записи, какие-то труды, и где-то вот в монастырях еще что-то сохранялось, да? Ну, и в чем-то это мастерство, которое передается из рук в руки, и очень сложно по книге разобраться, что же все-таки нужно делать, да? Потому что, ну, все-таки, иконописцы вот нашего региона, по крайней мере, прошли большой путь, именно путь проб и ошибок. Ну, я что-то отвлеклась, да? Немножко перейдем ближе к теме. Значит, и это мастерство начинается с доски. Ну, доски бывают разные, но подготовка доски также особенная, да? Во-первых, это столер по специальной технологии делает доску. Это очень важно, потому что, ну, вы понимаете, если доска там как-то рассушнется, разлезется, погнется и так далее, вот так, то у нас тут уже немножко, вид, как бы, потропанный. У иконы она уже проходила реставрацию, да? И поэтому все-таки еще неплохо сохранилась, да, важно. Вот если у вас есть, да, в семье какие-то иконы, какие-то вот такие семейные ценности, реликвы, то вы, пожалуйста, не затягивайте, да, это вот как с зубным врачом. Очень важно вовремя прийти на лечение и так далее. Гораздо больше вероятно, что вас зубик смогут сохранить. И точно так же с иконой и реставрацию нужно производить своевременно. Это очень важно. Именно это позволит иконе быть вот такой намоленной, да, проходящей из поколения в поколение. И, значит, начинается все с доски, после того, как доска готова. Следующий этап – это проклейка. Ну, икона в оригинале, да, как и в традиционной версии, она делается вся на органической основе. То есть все материалы, которые используются при написании, все природные, исключительно. Поэтому у нас доска проклеивается. На нее наклеивается такая, как бы холстина, с помощью рыбьего клея. Рыбьего клея, да. После того, как проклейка доски завершена, да, это еще лучше, как бы, вот такую основу образуют, да, основу, да, чтобы наша живопись сохранилась дольше. Значит, следующий этап – это у нас левказ. Левказ – это тоже искусство, это сложно. Но это, в общем-то, напоминает штукатунку, да, так, то есть левказ у нас на гипсовой основе в иконе используется. Мы положили левказ. Также левказ необходимо зажкурить. И после того, как это сделано, уже как будто бы у нас доска готова к написанию образа. Ну, тут тоже есть много хитростей. Художник сначала прорисовывает, как бы, контуры он прорисовывает. Он как бы прорисовывает контуры изображения, линейно, да. И потом эти контуры, как бы, через такую копировальную специальную бумагу, он переводит, переводит на поверхность доски. После чего, опять же, берется специальный инструмент. Вот я вам такие сейчас секреты рассказываю. Вы знаете, это я далеко не всем рассказываю. Просто я вижу, что вы такой вот очень интересующийся, глубоко человек. И мне хочется, чтобы наша встреча была для вас как можно более насыщенной, плодотворной, да. Эти сведения вы вряд ли где-то найдете в широком доступе. Да, да. Повторюсь на основу студенчества. У меня была дипломная работа, посвященная иконе. Поэтому я интервьюировала сама наших художников и иконописцев, живущих в Муральском регионе. И, буквально, я вот из первых уст эту информацию у них брала, чтобы передать ее вам, моим дорогим посетителям музея. Ну, что дальше у нас, что дальше? Значит, после того, как культуры переведены, дальше мы специальный такой инструмент, который похож на, то есть у него на конце тонкая игла. Это как бы ручка, но с тонкой иглой на конце. И контуры эти все процарапываются. После того, как они процарапаны, дальше уже в дело вступают краски. И тут надо вам сказать вот что. То есть, как я сказала, все краски органические, да. Оригинальная техника иконописи – это у нас яичная темпера. Что это? Это яичная темпера. Это краски, которые делаются художником самостоятельно на основе минералов. Да, то есть камней. И это потрясающе, потому что представляете, какую работу приходится проделать художнику иконописку для того, чтобы вот неодушевленную материю, камень, превратить в одушевленную предмет искусства, который вот и буквально в душе спасительный, да. Какая-то потрясающая работа. И энергия, которая вкладывается. Конечно, конечно же, сердце наше тронет только та работа, в которой есть энергия, в которой есть душа. В другом никак. И вот смотрите. Значит, эти красочки все, да, они толкутся в специальных вступках, эти минералы. Потом это на специальной эмульсии, это называется эмульсия. На этой специальной эмульсии. Эти красочки разводятся. Красочки хранятся совсем недолго, да. Их срок хранения совсем маленький-маленький. То есть, это все натур-продукт. Но при этом, готовая икона на созданной в технике хищной темперы, да, хранится очень долго. Очень долговечная она. Это потрясающе, это потрясающе. И, значит, я на чем остановилась, да, мы взяли с вами хищеную темперу, мы подготовили красочки. И дальше вот эти контуры, контуры, они красочкой прорисовывают. Сначала, то есть, как бы, вот мы обвели по контуре уже краской. И она вот в эту ложбинку, ложбинку, протарапанную в левкасе, затекает. После чего, ну вот эта вся информация у нас здесь есть, да? Интересно, да? Ну, хорошо, я продолжу. И затекает. И дальше пишется икона. Причем, так же, тут очень интересный момент, что икона, она, как бы, выходит к нам из мрака. Потому что сначала, то есть, вот то, что вы видите сейчас, самое светлое, да, это левики. И это пишется в последний момент. Все цвета на одеждах, это пишется в последний момент. То есть, сначала у нас, как бы, вот такие вот мрачные фоновые цвета. И постепенно, как бы, высветление, высветление, да? Объем вырастает из темноты на нас. И после того, как это закончено, а, простите, да, я не сказала один очень интересный момент. Вот вы видите, такое свечение на иконе, оно неспроста. А потому что здесь использовано сусальное золото. Вы знаете, что это такое? Да, да, это настоящее каратное золото. Но на одну икону его вес этого золота очень большой используется. Твердия. Но это настоящее золото, просто раскатанное в очень-очень тонкие листы. Очень тонкие листы. То есть, буквально, в момент золочения иконы, в мастерской в итоге присутствовало, никто не дышит. То есть, буквально, стоит думать на этот листочек, и денежки ваши улетают. Да. Вот, очень интересно. И это такой трепетный момент. То есть, каждый листик, это отдельная, отдельная, надо делать рассказ, посвященный технике золочения. И это секретная технология, да? То есть, золочение. Там есть очень много хитростей, но главное, что после золочения мы уже переходим к живописи и вечной темпере. И после этого, после того, как все написано, позолочено. Одежда золоченая, да? Вот у нас тут вот это, на одежде также есть золоченые фрагменты. После этого, работа покрывается специальным лаком. И это не какой-то там химозный лак. Это лак, который носит название олива. Вот. И художник, он буквально может не спать сутки, или даже двое. Потому что все время ему эту оливу надо разгонять по поверхности иконы. Но после того, как икона проолифилась, и все цвета становятся сочными, мягкими. После этого и олива высохла. После этого икона становится очень долговечной. Долговечной. Очень долговечной. И вот эти краски, ну естественно, при условии штуковой, основа. Основа у нас это доска. Если она была сделана качественно и хорошо, то все это сохранится. Ну вот такой у меня получился вам рассказ. Очень подробный, да? Ну я надеюсь, что вы не соскучали. Да. Смотрите. Интерес к этой теме, он на самом деле актуален, я считаю, не только для верующих, но и просто для обычных людей. И в принципе, красота, красота жизни Иисуса, описанная в Евангелии, и красота иконы, все это трогает сердца. И также красота жизни верующих людей, если она в их жизни присутствует. И такими вот мягкими методами происходит возрождение, возрождение христианства, православия на территории России. Мне очень приятно было вам эту информацию донести. Если вы еще в состоянии, вы, наверное, очень устали, уже после нашего общения. Если вы все еще в состоянии, да, вот я предлагаю вам немножко подкрепиться в нашем буфете. Выпить чашечку кофе или чая. И дальше мне бы хотелось вам показать эксклюзивную экспозицию, которая сейчас проводит в нашем музее. Это временная экспозиция. И очень бы хотелось вам ее показать. Я думаю, что вам понравится. Да? Ну что, тогда встретимся в этом сайте, в следующем сайте. Хорошо, буду вас ждать. Я буду вас ждать. Продолжение осмотра у нас в этом зале. Проходите, пожалуйста. Мы находимся в святая святых нашего музея. А именно в зале религиозного искусства. Часто недооценивают религиозное искусство. И даже этот зал как-то обходит стороной. Такое бывает. Потому что в обществе есть предупреждение, что религиозное искусство прерогатило его место именно в храме, а не в музее. И что художественная ценность произведения. Религиозные живописи не столь высока. Потому что в первую очередь это объект вот такого функционального сакрального назначения. Да? Предмет молитвы, помогающий в молитве. И не столь важно, как именно изображено, насколько профессионально, насколько высоко художественное мастерство. И в этом зале мы посетителям рассказываем о том, что это все-таки не совсем так. Объясню почему. Ну, надо сказать, что хотя для нашей культуры характерно православие, да? Да, но долгое время, в советские времена, претерпевали гонения, да? Все-таки у нас верующие люди. И религиозное искусство на какое-то время было также отодвинуто на задний план. И предметы, предметы, иконы, все это где-то было в тайне зарыто в подвалах. И люди скрывались, они таились, именно они боялись обнародовать этот факт, что икона им нужна. И, соответственно, иконопись временно у нас, как бы, это шла на задний план. Кстати, да, интересный момент, что до сих пор, да, идут вот эти споры между искусствоведами и как правильно произносить, да? То есть вот искусствоведы всегда в основном произносят иконопись. Ну, а что интересно, ни от одного иконописца я такого удаления не слышала. Они все повально говорят иконописью, да, иконописью, они говорят, как бы, с удалением на слове икона. Итак, вернемся к детям уже, да? И я вам хотела рассказать о том, что, да, в те времена люди молились буквально на что угодно. И, в принципе, молиться можно на что угодно. Молиться можно с помощью креста. Молиться можно и с помощью самой скромненькой какой-то репродукции, да? Потому что икона – это образ, это образ, который помогает нам, да, вот, как-то настроиться на вот этот вот молитвенный лад. Как бы вот помогает, нам нужно вот на чем-то сосредоточиться, да, молитвы. И икона нужна для этого. И люди в те времена, они молились вот на что угодно. И вы знаете, что сейчас, да, вот я не знаю, вы в курсе или нет, когда сейчас у нас иконопись находится в расцвете, да? То есть вот после советской эпохи у нас возрождение, смотрите, храм строится, росписи делаются, иконописцам идут заказы, и частные заказы, и крупные от епархии заказы идут иконописцам, да? То есть поддержка большая идет, эти вот религиозные живописи. Ну вот, а раньше люди, да, они молились на что угодно. И вы знаете, надо сказать, что очень много, конечно, автуры сейчас. Автуры много, мастерских художественных много, но многие из них как бы вот такого пошиба, такого, да, не очень пошиба. И что, вернемся так к нашей теме. И, да, молиться можно на что угодно. Но вот интересный вопрос. Помогает ли нам такая вот как бы простенькая, да, может быть, худо написанная с художественной точки зрения работа, помогает ли она нам в молитве? Да, вопрос. Так вот, мы плавно переходим в то, в чем высшая функция искусства. И, как мы говорили уже с вами о том, что основной критерий качества художественного произведения, это чувство. вызывает ли в нас работа, чувство, открик внутренний, вызывает или нет. И вот на данном произведении мы видим, икона называется, это такой типичный сюжет, типичный сюжет, икона называется Богородица Умиленья. Это называется сюжет. Здесь мы видим сцену, трогательную сцену, такого даже интимного характера, интимного момента, взаимоотношений Бого-Матери и Младенца Иисуса. Богородица, он нежно прижимается щекой к щеке, они прижимают друг к другу, пока Матерь его обнимает, он обнимает Мать. И здесь мы видим сценку как бы вот человеческого плана, да? То есть мы помним, что Бог, Он в трех лицах, да? Бог, Сын у нас есть. И Он пришел в наш мир как человек для того, чтобы прожить человеческую жизнь, испытать человеческие чувства, познать человеческие страсти, горести и радости. И этот сюжет мне очень нравится, и я думаю, что он близок будет любому, кто так или иначе имеет отношение к родительству, да? А это почти что все. К родительству у нас так или иначе рано или поздно приходят все. Поэтому именно этот сюжет так актуален, да? Он показывает трогательные, чистые, нежные соотношения матери и ребенка. Показывает красоту.